И снова здравствуйте! Написала я помощнику, очень жду в прямом эфире её. Присоединяйтесь снова все вновь. Мне на самом деле очень приятно, что так много человек в столь позднее время дождались прямого эфира с розыгрышем. Это очень круто, спасибо вам большое. Ещё раз извиняюсь за задержку, потому что, конечно, это было некрасиво с моей стороны, но вот мне пишут, что не получается выгрузить номерки. Да, очень печально. Ну, подождём вместе. Давайте, поздавайте мне пока вопросы, я с удовольствием поотвечаю. Подождём вместе организаторов, которые мне помогают, понимаете. Походу мне придётся самой выучить, научиться выгружать номерки для того, чтобы самой организовывать свои розыгрыши. Так, наверное, будет легче, чем кого-то ждать. Вот. Итог лайк таймов. Ребят, насчёт лайк таймов, это не ко мне. Это как раз проводят организаторы конкурса. Всё происходит на конкурсной странице. То есть Маргарита Марсо дарит с нижними подчёркиваниями. Вот. И... Уже третий раз ставил. Угу. Да, вот мне пишут организаторы. Вот. В общем... У нас 0035, мы с дочерью лежим в больнице. Боже мой. Выздоравливайте, пожалуйста. Не надо болеть, особенно в такое время. Почему Кипр? Родственники есть там? Нет, на самом деле, родственников здесь нет. У нас здесь есть друзья, с которыми мы познакомились лет 5 или 6 назад. Так до сих пор и дружим. Вот. Но переехать мы захотели задолго до этого. Потому что, вот вы знаете, мы были в Таиланде, мы были в Индии. Мы там были, сиам были. Не могу сказать, что я прям супер путешественник и увидела там весь свет. Нет. Это ещё у нас впереди ждёт. Вот. Но жить комфортно именно здесь. Лично нам, мне и мужу, да. Мой муж до знакомства со мной снимал здесь жильё и жил здесь год. Вот. И ему здесь очень понравилось. Поэтому, когда мы начали встречаться, и всё было серьёзно, он отвёз меня на Кипр и сказал, здесь круто. Мы должны здесь пожить хотя бы полгода, чтобы ты поняла, нравится тебе здесь или нет. И первые полгода, честно говоря, у нас был не очень удачный дом. И мы приехали в зиму, жили высоко в горах, я промёрзла, потому что не было отопления. Жить было не очень комфортно. Но сам Кипр мне очень понравился. И поэтому мы потом приехали ещё на полгода. Уже в другой дом, уже понравилось намного больше. И начали присматривать дома. И уже всё, уже очень-очень понравилось и очень захотелось переехать. Вот. Так что так вот мечты сбываются. Мы захотели. Мы к этому очень долго стремились. На самом деле мы бы переехали раньше, но у нас была задержка со сдачей ключей квартиры, которую мы купили в Москве. Нас задержали, по-моему, на полтора года. Что-то вроде этого. Было очень тяжело и муторно жить то у мамы, то в съёмной квартире, то мы на Кипр уезжали, тоже опять на полгода. Мы ждали эти несчастные ключи. Потом мы делали этот несчастный ремонт. Ну, как несчастный? Ремонт получился классный. И даже не удалось пожить толком в своей новой квартире со своим новым ремонтом, потому что мы уже не хотели ничего. Нам хотелось уже просто продать квартиру, уже просто взять все деньги и уехать на Кипр. Потому что ещё к этому времени мы уже оставили залог за этот дом, потому что нам очень понравилось. Было достаточно выгодное предложение. Мы поняли, что через год этот дом будет дороже. Точнее, его не будет, но ближайшие дома будут стоить уже очень дорого. Сколько выходит в месяц оплаты? Ну, вы знаете, на самом деле это такой вопрос сложный, потому что здесь есть межсезонье. Это самый дешёвый вариант, потому что в межсезонье тебе не надо пользоваться ни кондиционером, ни отоплением. Всё супер. Вода здесь достаточно дешёвая. Газ, если ты не отапливаешь дом весь батареями на газу, это тоже достаточно дёшево, потому что он уходит очень медленно. Вот у нас на газу всю зиму подогревалась вода, и вот полбаллона, полтонны ещё там есть. Вот. Самое дорогое здесь это электричество, поэтому когда ты долго пользуешься кондиционерами, это очень дорого. Вот мы купили специальную систему электрическую, которая отапливает нам батареи зимой. Там отопление выходит дешевле. Вот. Так что вот сложно сказать. Русской школы здесь нет. Кератин для волос я не делаю. Так. Кем муж работает? Я... Муж у меня асоциальный. Он не любит соцсети, он не любит новые знакомства и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что будет некорректно, чтобы я рассказывала, где он работает. Вот. Два часа ночи. Их, извините. Вы планируете ещё ребёнка? Говорю, ну, ребят, мне 29, у меня двое детей. Пока мне двоих достаточно. Надо ещё их воспитать. Вот. И там уже посмотрим. Казахстан, привет! Пынзарево в Турции учится в русскоязычной школьной. Ну, вы знаете, на самом деле, даже если бы тут была русскоязычная школа, я бы, наверное, своих детей в русскоязычную школу не отдала. Потому что, когда ты переезжаешь в другую страну, англоязычную, в основном здесь население местное разговаривает на английском, и отдавать в русскую школу для чего? Русская школа есть в России, правильно? Мы сюда переезжали. Во-первых, чтобы дети выучили английский язык для того, чтобы... Так, сейчас я посмотрю запросы. Английский язык – это очень важно. Я думаю, сейчас со мной все согласятся, потому что без него никуда. Даже если ты работаешь в России, если у тебя есть знание разговорного английского, ты уже можешь пойти на такую работу, на такую должность, где тебе будут платить больше, чем если бы ты просто знал русский. Вот. 29 не приговор. Мне 33, я хочу ещё ребёнка. Я вот думаю, что где-то после 30 я подумаю по поводу третьего. Просто цифра 3 меня сильно... ...через море. Вот. Когда розыгрыш? Ребят, я очень извиняюсь. Я знаю, что вы все ждёте розыгрыша. Я тоже жду организатора. Может быть, дождёмся мы его сегодня? Нет, нет, запроса нет. Класс. Давайте на завтра розыгрыш. Ребят, вы не переживайте. Если вам надо спать или ещё что-то, ну, вы можете отключаться, потому что я знаю, что очень тяжело ждать. Но я в любом случае сохраню этот прямой эфир. Вы сможете посмотреть. Вот. И... Змеи много накипает. Короче, вы можете посмотреть это в записи. Завтра не вопрос. Я этот эфир сохраню. Рубцовск, привет! Не отправляйте сердца, зависает эфир. Серьёзно? Сложно ухаживать за бассейном. Дорого обходится обслуживание. Обслуживание, по-моему, 80 фунтов в месяц мы платим. Вот. В общем, приезжают бассейнщики. В зависимости от сезона. Если зимой, то раз в неделю. Если летом, то два раза в неделю. Вот. Они приезжают, всё чистят, добавляют там средства нужные. Вот. Следят там за фильтром, за двигателем. И всё в этом роде. Поэтому я этим не касаюсь. Слава богу, хоть за бассейном мне приходится следить. Вот. Родители планируют жить. Там кто-то спрашивал насчёт мамы. Да, мама, естественно, купила здесь квартиру. Купила за стройки. Поэтому она должна была уже сдаться. Но из-за карантина всё остановилось. И остановилась стройка. Сейчас она возобновилась. Мы очень ждём. Рита, вас не видно. Ребят, у меня всё шикарно видно. У меня всё хорошо. Интернет у меня хороший. Поэтому проверяйте, пожалуйста, свой. Может быть, вам стоит просто перейти на 3G, чтобы было всё хорошо видно. Ребята, вот насчёт, какая зарплата, какая здесь работа в приоритете, в спросе, я не могу вам сказать. Потому что мы с мужем оба работаем онлайн. Когда я говорю, что я работаю, это я не имею в виду, что я работаю блогером. У меня тоже есть своя работа, которая занимает у меня немало времени. Но она, опять-таки, по компьютеру. Так же, как и у мужа. Поэтому у нас нет никакой привязки к работе на Кипре. И я не могу ничего сказать насчёт зарплаты, профессий, которые здесь нужны. Не знаю, вот правда. Много ли денег уходит на продукты? Вы знаете, сейчас, конечно, повысили сцены. Как только карантин бахнул, я заметила, что они повысили. Плюс ещё лира немножко провалилась турецкой. Поэтому, наверное... Я не очень умею. Особенно, когда начинаю нервничать. Ты сгорела. Спасибо большое. Так, я вот хотела ответить на какой-то вопрос и сбилась с мысли. Сейчас я пролистаю вверх. А, про летние каникулы. Да, я хотела... Мы планировали летом устроить евро-тур, поездить по Европе, прям куда-нибудь улететь, арендовать машину и прям вот закинуть свои вещи в багажник и с детьми покататься по городам. Но как только бахнул карантин, вы знаете, очень расхотелось это делать. Я надеюсь, что всё-таки когда-нибудь этот долбанный коронавирус закончится, и мы уже сможем нормально путешествовать. Давайте я натрисую. Теперь, пожалуйста, скажите мне, как вам прямой эфир, как вам связь? Стало ли лучше? Я перешла на 3G. Эфир был приостановлен, потому что я выключала Wi-Fi. Не смущает ли, что Кипр непризнанное государство? Вообще не смущает, ребят, потому что надо знать свои нюансы, да. Во-первых, когда ты покупаешь здесь недвижимость, то есть надо смотреть на документы, да, что именно у земли, на которой стоит твой дом или квартира, должен быть турецкий титул, правильно? И тогда можно смело покупать, проблем не будет, вот. И ещё, конечно, акулы много нет. Акулы здесь, на оксанности, Средиземное море, не место для проживания акул, вот. Я уже начинаю нервничать насчёт помощника организации розыгрыша. Стало лучше, пока не виснет. Ну, супер, я очень рада, что это, оказывается, мой Wi-Fi несчастный. Так. Я уже устала говорить, я извиняюсь. Давайте я пока почитаю вас. Так, может быть, в запросиках появился организатор. Помощники по хозяйству? Я отвечала на этот вопрос. Раз в неделю ко мне приходит человек, конечно, помогать, потому что у нас дом двести восемьдесят... Это двести пятьдесят. Я, честно говоря, забыла. По-моему, двести пятьдесят без террасы и двести восемь с террасами. Вот. В общем, немаленький дом. И я... Как бы я не любила порядок, я всё время бегаю с тряпкой то там, то сям. Всё равно я не успеваю, потому что у нас одна только кухня. Ну, как у нас, кухня и гостиная. Это одно помещение. Это восемьдесят квадратов. Пока ты пропылесосишь, помоешь полы, ты уже устал. Вот. И в основном я всегда, когда начинаю уборки, я начинаю с первого этажа, а на второй у меня уже не остаётся сил. Особенно если ещё террасу надо помыть. А я... Катечка! Жуженька моя! Привет! Спасибо большое, что вышла в прямой эфир. А почему Северный Кипр, а не Южный, ребята? Северный Кипр и Южный. Я объясняла. Большая разница, на самом деле. Южный Кипр — это Евросоюз. Там есть свои плюсы за счёт этого, но и свои минусы. Скажем так, Северный Кипр нам нравится больше. Во-первых, ценовая категория, большая разница. Южный Кипр за счёт того, что это Евросоюз, всё в евро, всё намного дороже. Жильё, можно сказать, почти в два раза. Хотя здесь тоже цены уже повышаются. Вот. Сейчас я Катечку свою почитаю. Жду розыгрыш. Я тоже пять жду. Вот. На самом деле розыгрыш вот должен помощник моего организатора выйти в прямой эфир, идти со мной провести розыгрыш. Но почему-то он не выходит. Вот. Мне написали, что они не могут выгрузить номерки. Что-то там у них виснет, что-то у них не получается. Поэтому мы сидим. Ещё не вышли спонсоры, да, ребят? Вот так вот и получается. Ну, розыгрыш в любом случае будет, ребят. Катя, не ржи. Вот. Так что тянет ли тебя в Россию? Нет, ребят, не тянет. Меня тянет к своим друзьям. Вот я по Кате очень сильно соскучилась. Хочу их увидеть уже. И хочу увидеть папу, потому что я папу больше года не видела. Вам Кипр уже должен за рекламу. Наверное, дальше с правительства отправлю письмо. Вот. На самом деле, ну, реклама, реклама. И, ну, когда тебе действительно что-то нравится, ты будешь всегда про это говорить. Тем более мои подписчики всегда про это спрашивают. Как не ответить? Правильно? Вот все спрашивают. Почему ты переехала на Кипр? Потому что мне нравится Кипр. Вот. Поэтому переехала. и я соскучилась. Я буду твоим папой. Катя. Катя, ты как всегда. Вот. Приятно на вас смотреть. Спасибо большое. На самом деле, я в шоке, как всем нравится смотреть на мой сад. Я думаю, господи, я уже, наверное, всех замучила своими росточками, цветочками. Вот. Но малину я, наверное, вас буду спамить всю жизнь, если она у меня будет расти. Сегодня мы с Беллой отломали малинку пополам, ягодку попробовали. Вот. И завтра созреет вторая ягодка. Мы уже поделим между папой и мидией. Вот. Такие вот дела. Влажность? Да нет, влажность на самом деле не очень высокая. Надо просто подписаться на всех для розыгрыша. Да. Надо просто подписаться на всех тех, на кого подписана я. Это 90 человек моих подписков. Вы можете их увидеть. Что за номерки? Номерки. Вот мы с помощью рандомайзера или как это называют, выбираем случайное число. Вот. И как нам понять, какой участник под этим номером. Да. Вот мы выгружаемся там организаторы специальной программы, выгружают всех участников пронумерованно. То есть там участник номер один такой-то аккаунт, участник номер два такой-то. Вот. У участника, насколько я знаю, там чуть больше пяти тысяч. Что-то у меня тут летает. Вот. И все пять тысяч участников надо выгрузить. Вот. И сейчас можно еще подписаться? Я думаю, да. Если они еще не выгрузили номерки, то я думаю, что, конечно, можно. Организатор слился. Нет, организатор не слился. Он мне вот параллельно пишет, что вот, подожди чуть-чуть, пожалуйста, не торопи. Как тут не торопить? Если время десять, мне уже пора детей укладывать спать. Вот так вот все и происходит. Сейчас посмотрим мы все-таки. шансов очень мало выиграть. Ну, ребят, во-первых, мы в начале розыгрыша, я каждый день в прямой эфир выходила и разыгрывала по пять тысяч рублей. Вот. Сейчас у нас остался в розыгрышах только призы. Ну, призов восемь штук и они все очень классные, очень крутые. Мне само они очень нравятся. Иксбокс, гироскутер. У меня Митя говорит, мама, можно я выиграю? Вот. Как Митя называет вашего супруга? Моего супруга он уже лет так пять называет папой. Вот. И я в этом ничего плохого не вижу. Причем никто его не заставлял, не просил этого делать. Мы, как сейчас, помню этот день, мы едем в машине Белли где-то чуть больше, чем полгода. И Белла начала уже мамкать и папкать. Вот. И Митя слушал, слушал. Он называл Пашей моего мужа. И как только он наслушался Беллы папа-папа-папа, он такой, мама, можно я скажу кое-что? Я хочу Пашу называть папой. Я могу это сделать? Он такой, конечно, только с удовольствием. И с тех пор, Мите как раз было пять лет, и с тех пор Митя называют Пашу папой. Вот. И я очень рада. Мы все уже настолько к этому привыкли, что как-то уже особо на это не обращаем внимания. Вот. Призы в Москве, призы, да. Вот. Все. Мне написали, что выходит. Аллилуйя. Сейчас мы дождемся. Все. Открываю программу. Ну что, вы готовы к розыгрышу? Ты общаешься ли с Женей? Женей, ну, а о чем нам с ним общаться? Нам, в принципе, если там, он не может дозвониться до Мити, там, или если он хочет там передать ему подарок, там, еще что-то тогда, да. Вот, организатор. Подключай. Подключаюсь. Так. Все, ура. Всем привет. Рита, привет. Да, время 21.55. Так, чтобы вы имели в виду. Так. У нас очень долго выгружала программа. Так, ребят, давайте, так как вы долго ждали, сразу объясняем правила еще раз. У нас был спрятан резервный нулевой аккаунт, так, сейчас я его быстренько найду. Так, вот он, у нас тут 5000. Вот мы сюда выгрузили все номерки. Все, кто участвовал, все тут есть. Так, сейчас я прогружу, сразу быстро список весь. так вот, 5049. Все, вбиваем в рандом 5049 и генерируем. Так, что мы там сегодня разыгрываем, Рита? Ау? Ты сама будешь генерировать? Потому что я... А давай ты. Да, давай все-таки это сделаю я. Да, больше 5000 было, разве нет? 5049. Хорошо. 5049. Так, ребята, я всем вам желаю удачи. Я нажимаю сгенерировать. мы не решили, какой первый приз у нас разыгрывается. Я предлагаю разыграть Xbox. Xbox, давайте. Ребята поддержат Xbox. Очень крутой подарок. начнем мы с обалденного Xbox. 5049 я нажала, вот, видите, генерировать. Победитель у нас 4417. 4417. Так, 4417. Так. Натя, так. Так, ищем. натяжные потолки. Это коммерческий аккаунт у нас. Коммерческий аккаунт у нас разве не участвует? Участвует? Почему? Как, отдаем? Ни одной личной фотографии просто нету. Ну, это ничего страшного. Аккаунт живой, это видно. Давай посмотрим по подпискам. Сюлья. Так, сейчас ее найду. Так. Так, проверяем. Ребят, насчет коммерческого аккаунта, я считаю, что вполне аккаунт может участвовать, если там есть вообще действующий аккаунт, там есть фотографии, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что он коммерческий. Потому что мне недавно даже в директ спрашивали, может ли вот у меня там магазин, могу ли я участвовать? Я считаю, что можно, почему нет? Не, я так не спрятую. Почему? Вот мне ответьте, пожалуйста, почему коммерческий аккаунт не может участвовать? Если аккаунт закрыт, то мы не можем проверить, подписан ли он на всех спонсоров, поэтому, конечно же, нет, он не может участвовать. Вот, правильно девушка пишет, условия были простые, участвуют все, значит, выигрывают. Я его тоже считаю. У меня закрыт аккаунт, ребята, открывайте. Перед самым розыгрышем, пожалуйста, откройте буквально вот на полчаса, пока розыгрыш идет, потому что, если у вас сход закрыт, то мы не сможем посчитать, на всех ли вы подписаны, понимаете? Ужасно много подписок у него. Да, что делать? Видимо, не в одном гиве участвует. Я просто, ребят, еще раз объясняю, все, кто там обижается, не надо, пожалуйста, обижаться. Я еще раз говорю, у меня конкурс такой, у Самойлова честнее. Окей, участвуйте только у Самойлова, не проблема, но я считаю так, что если человек подписался, то неважно, какой у него аккаунт, если у него одна фотография, две фотографии, если он рекламирует потолки, горшки какие-нибудь, или еще, должно быть так. он подписался, значит, он участвует. Я же сказала, у меня условие простое, подпишитесь на всех, на кого подписана я, тогда вы в розыгрыше. Все. Он подписался, я же не могу сказать, так, чувак, у тебя потолки в аккаунте, поэтому ты не участвуешь. Я считаю, что это несправедливо. Как узнать свой номер? Вообще организаторы должны выгрузить все номерки в профиль конкурсного аккаунта Маргарита Марсо дарит. Там должна быть активная ссылочка как раз на все номерки, и там вы должны себя увидеть 100%. Потому что, видите, 5049 участников, все, значит, вошли. Сейчас выиграем. Так, все. Молодец. Поздравляем. Так, я пишу привет. Девочка-помощница будет писать, что он выиграл. Так, это у нас был Xbox. Да, за скринь мне, пожалуйста. Сейчас у нас девочка напишет. За скринь мне, пожалуйста, название его аккаунта и вышли мне в WhatsApp. Ай, как здесь скринь делать? О, отлично. Все, так. Так, ребят, насчет дополнительного... Так, вот ему написали. Но еще не ответил, да? Если ответит, то скажи, пожалуйста. Ребят, насчет дополнительного розыгрыша в 100 тысяч рублей, к сожалению, его не будет, потому что, как я говорила, что должно было добавиться еще 5 тысяч подписок участников, точнее, вот. Было на тот момент 3 тысячи участников, то есть должно было итогов быть 8 тысяч. К сожалению, у нас только 5, поэтому вот так вот не получилось. Вот. Следующий приз. Давайте мы разыграем гироскутер. Гироскутер. Давай. Так, значит, гироскутер у нас выиграет... Сейчас я перевернусь к страничку. Вот. 5 тысяч 49. Нажимаю сгенерировать. Гироскутер выигрывает. 3278 участник. Так, 3278. Ой, он ответил. Серьезно пишет? Угу. 278. Так. Синяя. Петрусевич. Так, Синяя Петрусевич, надеюсь, ты в прямом эфире, надеюсь, ты видишь, как мы выбрали тебя. Пожалуйста. Так, вот у нас такой аккаунт. Отличный аккаунт, супер. Вот живой человек, некоммерческий. Вот. Интернет плохой, ребята. У меня хороший интернет. Я вижу помощника. Все хорошо. Ну что, 384 подписки. 98 из них, я думаю, можно будет. Так. Пусть писать. Кто-то пишет, мне розыгрыш эти бесит. Ребята, вот вы специально, да, дождались 10 вечера, чтобы идти в прямом эфире и написать, что вас при этом розыгрыше бесит. Ну, почему пишут розыгрыш? Ну, я не знаю. Я уже не знаю, как провести розыгрыш так, чтобы люди не почитали это разводом. Да, давайте посмотрим, что там есть. Подписки. А что разыгрываем? Ребят, мы разыграли только что Xbox. Человек уже ответил. Я вот, мне помощник все заскринит, всю переписку, пришлет. Я все это в сторис обязательно выложу, чтобы вы посмотрели. Вот, далее мы сейчас вот выбрали человека, который выигрывает у нас гироскутер. Мы сейчас подсчитываем количество подписок, чтобы все было соблюдено. Вот, сейчас у нас осталось еще 6 призов. Это у нас беспроводные наушники, это у нас смарт-браслет, это электрогриль, мультиварка, кофемашина очень крутая и смартфон Samsung. Вот, поэтому сейчас мы будем далее все разыгрывать. Если аккаунт закрыт, то вы, к сожалению, не участвуете. Я говорила, что надо обязательно подписаться на всех тех, на кого подписан я и обязательно открыть перед самым прямым эфиром, во время прямого эфира аккаунт, чтобы мы смогли подсчитать, сколько у вас подписок. Вот я вижу, тут участвуют в прямом эфире те, кто выигрывал в этом моем розыгрыше 5000 рублей. Это я вижу еще девушку, которая участвует у меня в марафоне самого первого. Очень приятно вас всех видеть. Я вас уже всех по аватарке узнаю. Очень приятно, что вы... Все, 98. 98. Поздравляем Ксению. Она у нас выиграла гироскутер, да? Да. Ксения выиграла гироскутер. Я так понимаю, ее нет в прямом эфире. Вот. Если люди отвечают, которые победили, пожалуйста, пишите им, чтобы они вышли в прямой эфир и написали хотя бы пару строчек, ладно? Так, сейчас напишу мальчику, который ответил. Заходи в прямой эфир. Да. Вот, хорошо. Давайте следующий приз у нас будет смартфон. смартфон. Вот, мы нажимаем кнопочку сгенерировать. Вот видите, количество участников, все осталось. Нет никакого. Мы 3661 участник. Так, 3661. Так. Так, Наталья. М-м-м-м-м-м, я не смогла прочитать фамилию, тут еще сложное. Шмычкова. Такой у нас аккаунт. Выйчем ее. Так, Наталья. Шмычкова. Я надеюсь, вы в прямом эфире и вы выйдете в прямой эфир. Вы увидите, как вы выигрываете смартфон. Мы подсчитываем, да, количество подписок, чтобы все было правильно, чтобы все было честно. Так, проверяем. Барабанная дробь. Размыто все. Ребята, вот я вот лично вижу и себя, и внизу экранчик, я все прекрасно вижу. Это, видимо, у вас плохо с интернетом, поэтому я уже перешла на 3G, и чтобы ко мне не было претензий и вопросов. В ушах звенит, бубенчики звенят. Я не знаю, у кого звенят. Вроде у меня все хорошо. Почему-то начальные подписки вообще не выпадают. Нет, на самом деле выпадали. Вот в прошлом розыгрыше, я помню, тоже в начале были большие числа, а потом пошли маленькие. Ну, ребят, это у нас Randstuff Size. Я с ним не договариваюсь, какие числа у него будут выпадать, поэтому я заранее извиняюсь, это не в моих силах извините. Как открыть аккаунт? Вы должны зайти в настройки своего аккаунта, нажать настройки, открыть страницу. Вот. 98, все. Отлично, поздравляем Наталью, она у нас выиграла смартфон, да? Да, смартфон она выиграла, все пишут, что-то звенит, если есть вот, что-то звенит, но я не слышу, где это. Да, у меня тишина дома, все хорошо. У меня тоже тишина, у меня такая музыка вот чуть-чуть играет. Да, кстати, да, эх, какой, какой. Давайте мы сейчас разыграем мультиварку. Так, все согласны, что я читала, что очень многие хотят выиграть мультиварку? Прочитала, девочка, Наталья. Прочитала, сгенерировать. 4549. Так, 549. Жанна С, 94. Так, вот такой у нас аккаунт. еще мы проверяем. Ребята, я думаю, что это нет какое-то эхо, я не знаю, куда оно для элитерарки. Вы тоже, слышите эхо? Эхо нет. Все какой-то звон слышат. Если можно выключить музыку, может, это из-за нее? Можно, выключу. Так, считаем. Сейчас, ребят, мы проверяем, кто выиграл мультиварку. Наверное, буду записывать, что мы разыграли, а что нет, чтобы ничего не напутать. Так, где у меня тут? первое у нас было Xbox, второе Giro Scooter, потом у нас был смартфон, и сейчас мы разыграли мультиварку. следующий розыгрыш, ребят, как я и говорила, что розыгрыш проводить и доходить на то. Все, супер, я поздравляю. Это у нас был? Это мультиварка. Угу. Так, давайте дальше. Окей, хорошо. Следующий у нас, давайте, ребят, мы разыграем кофемашину. почему бы и нет. Сейчас я, где у меня сайт, нажимаю рандомайзер, пусть выпадет маленькое число. Нет. 4304. Так, 4304. Так, Мару. Мару, 18.5 и так далее, пожалуйста. Я надеюсь, ты в прямом эфире напишешь на... Сколько участвую, никогда не везет. Ребят, на самом деле, вот у меня последний розыгрыш 5000 рублей выиграла девушку, у которой было очень много подписок, и она явно участвовала во многих гивах, и явно не первый раз. Вот, поэтому вот она тоже брала судьбу за удачу, за ударила за хвост, за удачу за хвост, и все-таки выиграла 5000 прямо в прямом эфире, и их перевели. Поэтому не надо отчаиваться, надо участвовать, я считаю, что в этом нет ничего сложного, вам не надо за это платить деньги, вам надо подписаться на этих людей, на кого надо подписаться, да, и все. Вот, это нереально. Я вот с вами не согласна абсолютно, поэтому надо просто брать бока за рога и ждать, и удача обязательно к вам повернется в лицо. Вот. Почему большие числа выходят? Ребят, вот я давайте обновлю программу. Вот. Нажму пять тысяч, сколько у нас там было? Пять тысяч сорок девять? Да. Вот. Вобью, и вот я вам гарантирую, сейчас выйдет опять большое число. Я не знаю, что делать. Обновила уже, ребята, не переживайте. Мы сейчас считаем количество подписок у человека, который должен выиграть у нас кофемашину. Я же запишу кофемашину. Вот. И после этого мы будем, что мы будем после этого разыгрывать, ребят, пока мы почитываем, пишите свои пожелания, что вы хотите следующее. У нас осталось пять подарков мы разыграли. у нас осталось беспроводные наушники, смарт-браслет и что у нас еще осталось? Электрогриль. Вы, кстати, электрогриль все очень хотели. Давайте разыграем электрогриль. Один миллион подписчиков смотрит одна тысяча. Как так? Вот, ребят, когда мы разыграли пять тысяч рублей, вы не поверите, в прямом эфире было триста человек. Я, честно говоря, не понимаю. Все? Поздравляем Марину. Да что ты? Так, все. Так, Марина выигрывает кофемашину, а я перелистываю, и мы нажимаем, а кто выиграет электрогриль? 4278, ребят, вот как я вам и говорила, да, об нуля не об нуля, все равно он выдает число, как он хочет. Вот, так, Анара 77. Ребят, вот хоть какой-нибудь, вот хоть один победитель, пожалуйста, вот будьте, пожалуйста, в прямом эфире, вот хоть строчку напишите, потому что мы всем победителям пишем, выйдите, пожалуйста, в прямой эфир и напишите хотя бы пару слов. Вот, ну почему-то еще никто не вышел. заберем подарки вообще и будем три раза играть. Анаргуль, Анаргуль, Бурая, пожалуйста, надеюсь, вы в прямом эфире и напишите пару слов. Так, что-то ее не ищет. Мы тут, но не выиграли. Ребята, я сама не выбираю победителя, видите, мы с помощью рандомайзера выбираем. Вот, я думаю, что следующий розыгрыш, если я буду что-то нажимаю. Давайте читать. Муж не верит про Xbox. Так, а, вот первый победитель, который как раз с потолками. Не хотели подписчики отдавать вам Xbox, потому что сказали, что у вас коммерческий аккаунт, но я все-таки настояла на том, чтобы коммерческие аккаунты тоже участвовали. Вот, аккаунт открыт, все условия выполнены, поэтому отменять подарки это нечестно, поэтому я вас поздравляю, у вас Xbox, муж не верит, пускай радуется, потому что, скорее всего, играть будет он в наших, правда, играет муж и Митя на пару по очереди под Шаманти, я Шаманю, чтобы вы выиграли, я очень за всех болею, пускай выиграют подарки те, кому больше всех они нужны. Рита, спасибо огромное, вам всегда пожалуйста, я люблю разыгрывать прямой эфир, когда проводишь, когда люди в прямом эфире, видеть, как они радуются, вот, вот, просто убеждать людей, чтобы они участвовали в розыгрыше, очень тяжело, мне это не нравится, вот честно скажу, потому что большинство не верит, еще раз начинает, ой, подписок много, 98, все, поздравляем, Анагюль, да, мы поздравляем, она у нас выиграла электрогриль, как я ее написала, электрогриль, и следующий, ребят, давайте мы разыграем смарт-браслет, смарт-браслет, я сразу запишу, на самом деле особо никто на него не реагирует, но это очень крутая штука, у меня лично есть, очень полезная, особенно, если вы занимаетесь спортом, следите за своим здоровьем, нужен браслет, так, что, все? Да, готовы, готовы, окей, смарт-браслет выигрывает, 2776, поменьше пошли, да, так, 2776, 2776, так, Алина, Алина, так, Алина Баркова, вы в эфире или нет, если да, то пишите, так, ищем, так как, там пишет Ксения про гироскутер, неужели Ксения вышла в прямой эфир, сейчас я посмотрю, и победители, кто сегодня выиграл один из призов, я очень прошу, выходите, пожалуйста, в прямой эфир, пишите пару слов, и очень всех прошу, когда до вас дойдут подарки, обязательно выложите это в сторис, отметьте меня, я это обязательно репостну, чтобы все убедились, что подарки доходят, они существуют, и они действительно доходят до победителей, так, мы почитываем, смарт-браслет, так, это что у нас, там совсем чуть-чуть, что ли, осталось, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, это вот седьмой подарок, и остается последний у нас подарок, а что мы еще не разыграли, беспроводные наушники, я вспомнила, хоть блокнотик, ребят, блокнотиком я могу хоть тысячу разыгрывать, хотите, я думаю, что вам просто будет падла участвовать за блокнотик, правильно, меня на этот раз, наоборот, выбрало немного, но дорогих подарков, если вам нравится, когда подарков много, но они не такие дорогие, то пишите, в следующий раз мы чту, наушники мои, я надеюсь, мультиварку, ребят, мы уже разыграли, это был четвертый приз, максимально честный гиф, спасибо большое, спасибо, спасибо, пять тысяч, будешь разыграть, ребята, пять тысяч, мы уже разыграли, все четко, четко, поздравляем Алину, я приняю себе, царя, кстати, так, она у нас в игре, смарт-браслет, Алина, смарт-браслет, так, ребята, побольше подарочек, тогда они будут подешевле, ребят, по пять тысяч, да, хотела ответить, мы их уже разыграли, мы их разыгрывали каждый день, по пять тысяч каждый день, да, заходили в эфир, вот, поэтому вы можете посмотреть, я в IGTV видео сохраняла все прямые эфиры, где мы разыгрывали, мы прямо в прямом эфире человеку вручали пять тысяч, если он в прямой эфир не выходил в течение пяти минут, мы переразыгрывали эти пять тысяч, вот, окей, все, тогда мы сейчас разыгрываем последний приз, это у нас беспроводные наушники GBL, и выигрывает участник под номером 1553, так, 1553, так, Ольга, Юрьевна, правильно, Ольга, Мы ищем Ольгу Юрьевну, Ольга Новикова, так, вот такой у нас аккаунт, ищем и проверяем, тут он не пишет, сдавайте мандарины кипрские, ребята, я боюсь, пока они по пути не дойдут, это уже будет мандаринный паштет, Ребята, я тут хотела отключить Wi-Fi, и у меня просто сразу вырубился прямой эфир, написано, что слишком слабая связь, видимо трафик за сегодняшний день мы просто все уже стерзали, так, нафиг приставки, ребята, это был самый первый подарок, вот, если вы не успели посмотреть стрелозыгрыш, то обязательно посмотрите, все в записи, я все сохраню, читаем номерки, ой, номерки, господи, уже с номерками с этими уже заговариваюсь, мы считаем количество подписок у последнего тут опять очень много, и будем долго считать, 40, 41, да, ребята, это последний подарок, вот, сейчас мы считаем количество подписок, если их меньше 98, тогда мы этот подарок переразыграем, ребят, спасибо большое те, кто благодарит за возможность поучаствовать, и вас таких не очень много, вот, я надеюсь, что все-таки вы останетесь довольны моим розыграм, к сожалению, не всем участникам призы, я, если в следующий раз все-таки буду устраивать свой розыгрыш, я подумаю максимально еще раз, как сделать максимально так, чтобы большинство участников получили призы, вот. Мы, ребята, подписаны на всех спонсоров, вы не переживайте, вот синенько надмечены как раз те, на кого вы должны быть подписаны, вот, сейчас считаем, еще чуть-чуть осталось, ребята, подождите. Зачем людям так много подписок просто? Видимо, у тебя спорудуги вы розыгрыш. Так. Спасибо. Спасибо. Лучше призов больше и дешевле. Окей, ребят, я наоборот, в прошлый раз у меня было много призов, там были достаточно недорогие, там, чайник, тостер, и все начали говорить, ууу, что-то за дешевые подарки, да нафиг мы сами купим, вот, а сейчас я такая думаю, нет, следующий розыгрыш у меня будут дорогие подарки, ну, теперь, ой, нет, мало подарков, давайте побольше, вот, ну, учту, понимаете, если вы хотите много дорогих подарков, тогда будет спонсоров не 98, а 298, вы же не хотите на 298 человек подписываться, вот, всем покой на ночи, кто прощается, я понимаю, что вы расстроены, что вы не выиграли, извините, что так вот получается, что выиграют не в те, кофемашина, иксбокс, ребят, я все уже разыграла, я все записала, то есть у нас было 8, все, ура, поздравляем, Ольгу, она у нас выиграла наушники, да? Да, беспроводные наушники, это был последний подарок, за скрин, пожалуйста, все победители, я... Да, я ссылками пришлю. Все, спасибо большое за розыгрыш, я с тобой прощаюсь, пока. Все, пока. Все, ребят, эта мучительная процедура закончена, я всех победителей поздравляю, надеюсь, вы все остались довольны своими подарками, вот, вам написали директ с конкурсного аккаунта, вы, пожалуйста, ответьте и напишите свой контактный номер, адрес, доставки и так далее, вот, и, пожалуйста, все призы, которые, как только вам призы придут, выложите это, отметьте меня, чтобы я все видела, все проконтролировала, чтобы все подарки до всех дошли, вот, насчет номерков, ребят, если там какие-то проблемы, вопросы, напишите, пожалуйста, в конкурсный аккаунт, потому что номерки должны быть в профиле, ссылка активной со всеми номерками, вот, я очень устала, время полодинства, с восьми вечера просто бегаю, тут вот так вот, жду прямой эфир, только в полодинства закончился, я еще раз очень извиняюсь, вот видите, вот так вот, вот, в следующий раз, я думаю, что конкурс я просто устрою сама, вот, чтобы никого не ждать, ни от кого не зависеть, вот, передай Кате привет, Кате привет, вот, ладно, все, всех целую, обнимаю, всем пока, всем спокойной ночи.